Добрый вечер. Рада, что вы все-таки до вас добрались. Окей, диоколыгс, good evening. Вечером можно выбирать было и тут, и там. Я с радостью не хочу никого задерживать. И с радостью представляю вам нашего иностранного эксперта, гостя из Силиконовой долины. И это Карсон Канн, предприниматель и инвестор из... Простите, говорила Силиконовой долины. На самом деле, это кремниевая долина, Силиконовой долины. Welcome. And you can start right here. Thank you. Thank you very much, Анна. Спасибо большое, Анна. Вы меня слышите? Отлично. Здравствуйте, меня зовут Карсон Канн. Yes, yes, yes. Меня зовут Карсон Канн. Я к вам приехал из Силиконовой долины, из Сан-Франциско. Я думаю, что вы знакомы с... Я занимаюсь Data Science, мы также сфокусировались на технологиях SoftLogic. И также я работал с... Я с CTO, Valet.com. Это компания, которая предпринимает машинное обучение и... Более... Лучше, чем в профессиональных дисциплинах. Я также основал... CaseStoneLearningSystem, компания, chat.com. И цель моего сегодняшнего выступления – это... Я хочу рассказать вам о том, что вы учили с коллегами, к чему мы пришли в процессе исследования машинного обучения и посмотреть, как с Аликоновой долины, откуда я, и некоторые компании США и в мире могут влиять на образовательные технологии в позитивном ключе. Сегодня наша сессия называется «Машина обучения для научения у людей и почему Google является одним из самых успешных техпродуктов всего времени». Это такая противоречивая тема. Однако, тем не менее, когда люди говорят об образовательных технологиях или приложениях, возможно, о компании, которая занимается доу-лингвой или подобными, как Coursera также, которая занимается тем, что предоставляет услуги по изучению языка, если посмотреть в кубе, Google является мощнейшим гигантом. И что позволило ему достичь таких результатов? Технологии, конечно же. У нас есть 90 минут посмотреть, что это за технологии и почему такие компании, как Google и подобные компании, которые появились. Есть «Силиконная долина» и «Новеркора» и подобные компании, которые делают TikTok и Musical.ly, и другие компании, которые используют данную технологию и имеют влияние на образовательный процесс, как мы учимся и как мы изучаем. Первый вопрос мой к вам заключается в том, если машина обучения сейчас может знать и предугадывать, в чём тогда разница между научением и образованием? Если машина обучения может знать, что я делаю, она может меня и научить, тоже чего-то делать. В чём же разница между научением и образованием? Мы также будем углубляться в детали, какого влияния искусственного интеллекта на человеческую опыт, человеческую экспертизу и критику. Мы видим сейчас, что типопедагогика, которую мы применяем, не столь релевантная. Я не должен изучать много математики. Если компьютер может в 300 тысяч триллионов раз быстрее, то, конечно же, эмоциональный интеллигент становится более важным, потому что это имеет влияние на будущие позиции, на будущие рабочие места. Это те вещи, которые мы должны помнить, и будем обсуждать их. Итак, давайте начнём с того, чтобы посмотреть на некоторые компании на этом слайде. И, конечно же, в Силиконовой Долине есть компании, которые довольно известны, применяют технологии. Но я думаю, что здесь все знают Google. Мы знаем, что это поисковый инструмент, но это больше, чем поисковая платформа. Если кто-то не уверен, пытается найти какой-то ответ на вопрос Google, все идут гуглить. Но Google, является ли он абсолютным поисковым инструментом? Но помимо этого, что он из себя представляет? Это специальный инструмент, который позволяет решать различные задачи, помимо поиска информации. Следующая, Вольфрам Альфа. Не знаю, есть ли у вас подобное что-то или нет в России. Поднимите руку, у вас сейчас айфон. Если вы попросите айфон решить какую-нибудь математическую задачу или физический вопрос, или исторический вопрос, многие из этих сложных запросов будут проходить через Вольфрам Альфа. Вольфрам Альфа была основана Эльвина Ноэн, который был один из пионеров искусства. И он основал компанию Вольфрам Альфа, которая позволяет решать какие-то сложные математические, физические, технические задачи, алгоритмы, интеграл и все остальное. Это, конечно же, все в большой подспорье для инжинирингов, дисциплины. Следующая компания — это Кора. Это Yahoo Answers, является аналогом Коры. Но Кора не столь популярна в России, потому что использование искусственного интеллекта помогает для того, чтобы генерировать какие-то ответы на вопросы, позволяет найти различные ответы на вопросы с различных перспектив. То есть, кластер вокруг одного и того же типа вопросов. И Кора является одним из таких мощных инструментов для академических сотрудников и тех, кто занимается образовательной деятельностью. Также ByteDance. Некоторые будут удивлены увидеть эту компанию. Это китайская компания, может быть, вы знаете, TikTok, которая сейчас очень популярна. Это медиаплатформа, которая появляется большой популярностью у молодежи после Инстаграма. Также они мюзикли сделали. Все эти платформы, эти не образовательные платформы, но они свалятся тем, что дают рекомендации. Рекомендации и какие техники здесь могут быть использованы. Используемые искусственные интеллекты мы обсудим несколько позже. И следующая компания – это Воли компания. Это моя компания. Мы сделали специальные микрофорсы. Например, я Корсен. У меня есть бэкграунд в машинном обучении. Я знаю о биткоине что-то. У меня 26 минут, и Воли порекомендует курс, который будет подходить вам. И мы использовали, комбинировали различные технологии машинного обучения, и они были довольно успешны. Все эти компании, вопросно-ответный сайт, Вольф Рамальф, который решает различные математические задачи, поисковик Гугл, все они мощные. Но все они относятся к образовательной среде. Относятся ли они к научению. Ведь мы же ищем ответы на вопросы, мы обучаемся. У нас есть цель понять мир, который нас окружает. И нам помогают эти приложения, эти инструменты. То есть эти инструменты помогают нам чему-то научиться. И это не совпадение, что эти типы, что это все можно применить в педагогическом конспекте. Это будущее машинного обучения. Машинное обучение — это будущее научения у людей. И нам надо ответить на вопрос, в чем же заключается разница между научением и образованием. Может быть, вы поделитесь своими ответами на этот вопрос. Я потом поговорю и выскажу свои соображения на этот счет. Но мой вопрос заключается в том, у нас есть компьютеры, которые могут и бычаться. Но в чем разница между научением и образованием? И почему это имеет значение? Если у вас есть мысли, соображения, ответьте на этот, пожалуйста, вопрос. На учение и обучение. В чем же разница научение и образование? С тех, кто из университетов, поднимите руки. Может быть, у вас есть какие-то соображения? Профессоры, которые здесь присутствуют. Может быть, у нас есть профессоры? Вчера я провел воркшоп и увидел, что у нас была очень такая стесняющаяся аудитория. Но тем не менее, моя мысль заключается в том, что научение — это то, что происходит постоянно, всегда. Это начинается с того момента, когда мы начинаем взаимодействовать с миром, и это продолжает пока… Мы заинтересованы в том, чтобы изучать окружающий мир. А образование — это то, что происходит… Обучение — то, что происходит в школе, в университете. И машина обучения повлияла на этот процесс очень сильно. Да, я приводил примеры, потом Кора. Когда мне надо какой-то физический вопрос решить, математический вопрос, я обращаюсь к Вольфрам Альфе. И это… Я не делаю эти вещи в аудитории, в классе, с профессором. Да, мы взаимодействуем с профессорами. Я задаю ему вопрос, получаю ответ. Но с помощью технологии это по-другому. Это быстрее происходит. Так, если я немного вернусь… То, каким образом эти технологии позволяют работать так хорошо, представлено с правой стороны. Когда мы говорим о технических моментах, если у вас есть инженер или еще кто-то, у нас будет секция вопрос-ответ, если вы хотите углубиться в эти детали. На правой стороне написано техники и машинного обучения, которые позволили компания получить эту мощь. Сами-супервайз, ДИП. И вот вы знаете эту технологию нейронной сети по извлечению информации из баз данных. В случае Google – это возможность делать это на большом масштабе, что делает Пейтро. То, что сделал их успешно. Пейдрон. Он, на самом деле, занимался тем, смотрел на цитаты, и он смотрел, а они связаны между собой в исследовательских текстах. И с этого начался самый мощный поисковик. Сегодня это контролируемая машина извлечения информации. Но основание этого не отличается от того, что мы занимались в университете в предыдущую эпоху. Следующее – это нейросимволическая интеграция. Интеграция методами нейросетей – это статистические методы, в общем, и общественный интеллект, и интеграция с символическими методами. Символические методы – это логика и их репрезентативы, представители. У меня есть токсономия животных. Это символическая презентация. Есть ли это статистическая функция? Это, возможно, кит-кид, а, возможно, акула. Это не символически, это, скорее, рейнеры месяц. Одни дискретные, другие как бы континуальные. И вот задача – интегрировать и то, и другое. И мы это делаем в моей компании «Воли». И если вы доходите до безуспеха, вы тогда интегрируете нейронное символическое. Третье – это нейронное понимание естественного языка. В основном используются глубинные нейросети, понять язык, которым мы пользуемся. Это может быть самое большое за последнее время и прогресс в машинном научении, потому что язык является обычным интерфейсом в образовательных технологиях. Мы таким образом доставляем информацию обучающемуся. Так он и пользуется, и так мы оцениваем эпистемитический статус наших обучаемых. Возможность использовать машин для понимания языка и оказывать поддержку обучаемому – это критически важный прогресс и продвижение. И следующий – байт-дэнс. Они используют неконтролируемые научения, глубинные. То есть речь идёт о понимании каких-то фраз, которые являются скрытыми, имплицитными. И сегодня, на самом деле, байт-дэнс даёт возможность технологам образования доставлять контент нашим обучаемым, даже если у них достаточные данных об этом содержании, либо о самом обучаемом. Мы же должны рекомендацию какую-то дать в обучении, но у нас нет истории успеха, либо взаимодействия, активности, либо эти данные распределены, разбросаны по разным платформам. И вот эти машины, они могут давать рекомендации с менее маркированными данными. И последнее. Волия – это переносное обучение, transfer learning. И там берётся какой-то, давайте область возьмём биологу, предположим, да, и учебную программу, и перенести его, скажем, в учебную программу по физике. Это очень важно с точки зрения обучения, потому что процесс вручную создавания этих программ или пламов, он чрезвычайно трудоёбкий, например, для экспертов по предметным областям, дизайнеров инструкций, экспертов по данных. Некоторые люди получают 300 тысяч, 400 тысяч долларов в год. И очень часто государственное образование не может такие расходы себе позволить, которые с них требует частный сектор. Поэтому мы берём одну область, так сказать, и там достигаем какое-то продвижение. Чтобы вернуться к нашему вопросу, и мы будем обсуждать наши технологии, вот это вот всё технологии, которые я сейчас перечислял, которые будут основанием будущего научения, не обучения. И вопрос, как принести некоторые из этих технологий в классные комнаты, в наши университеты. Каким образом это достижение в обучении, в университетской университете? Надо понять четыре аспекта технологических вопросов образования. Две негативных тенденции, которые сходят на нет, и две позитивные тенденции. Вот эти тенденции. И вы видите здесь эти тенденции, тренды. Это то, что как бы искусственный интеллект это волшебный ящик. То есть он очень сложный, невозможно его объяснять, интерпретировать. Это только экспорты узкие могут понять, интерпретировать, что происходит. Это второе magic box. Второе – прецедент. И часто искусственный интеллект терпел неудачу в образовательном контексте. И у нас такие были. Это всё менее и менее является истинным, обоснованным, мы об этом говорим. Консолидация – это позитивный тренд. Возможность машинного научения усиливать наши методы обучения и оценки, которые раньше не были возможны. И последняя тенденция – это эволюция. Продвижение в машинном научении сделает более лёгким его принятие в образовательном контексте. Первое – с точки зрения прецедентов. Где раньше терпел неудачу в машинном научении, сейчас оно добьётся успехов. Почему? Это, конечно, чрезмерное упрощение, но многие из нас признают, что после бума в машинном научении и в искусственном телетекте в 2016 году, я здесь немножко ошибся, и коммерческое применение машинного научения просто взмыло вверх. И это приобрело некую нужную строгость и теперь используется в академических дисциплинах. Ещё момент. Затраты в ней зайдут. Те лет назад, когда я начал экспериментировать с использованием машинного научения с пониманием естественного языка, это требовало тысяч часов рабочих и десятков тысяч долларов для того, чтобы подготовить, обучить очень простую машинную модель. Вот так. Например, классифицировать студентские ответы. Например, по-английски написать их на русском. Я это могу сделать на этом компьютере, который у меня стоит, в течение 20-30 секунд. Затраты упали. Ещё один момент. Принцип, когда сначала научение идёт в цифровой форме. Мы говорим, это популярно, да, но только сейчас мы начали уже учиться преимущественно в цифровой форме. Раньше мы говорили о сетевом обучении, научении. Это в Каринце было интеллектуальное мероприятие или какие-то упражнения, чем нечто практическое. Сегодня в Сан-Франциско, где я живу, заплатили текстовому стартапу, который оценки выставляет ЗССР во всем округе школьном. Миллионы долларов заплатил образовательный округ. И сейчас уже все участники и стейлхолдеры, в конечном итоге ученики, не только научаются и учатся на цифровой платформе, но по преимуществу на цифровой платформе. И последнее, эффективность человеческой деятельности идёт вверх. И, конечно, уже эти инструменты становятся всё более и более изощрёнными. Соединение всех этих трендов идёт к увеличению успешности применения ИИ в образовании. И знаем мы сегодня, что машинное научение лежит в основе продвижения крупнейших компаний. К тому времени, как мне стукнет 40 лет, уже моя машина будет автономно ездить. Почему? У нас всех мечты. Почему мечты наши не реализовать в классной учебной комнате? Вторая негативная тренд, что машинное научение не является волшебным каким-то ящиком. И она требует того и может быть понято. Я говорю о интерпретируемом машинном научении и объясняемом машинном научении. Например, те, кто иногда читает материалы по искусственному интеллекту, вряд ли мы это обсуждаем как первая тема. Машинное обучение такое очень сложное, компьютер, он мыслит иначе, чем человеческий мозг, и вряд ли. Я карьеру сделал на этом. Если кто-то мне говорит, что вся карьера, так сказать, уйдет в мусорный ящик, сегодня каждый уже сможет научить и развернуть машинную модель научения, вот любой сидящий в зале, так же просто, как сегодня создать веб-сайт в интернете. Если есть блог, вы хотите веб-сайт, 30 секунд. Сегодня автоматические оценки выставляет ЭСЭЛА, у нас 35 миллионов долларов вложили, инвестировали в разработку, тоже 30 секунд. Как преподаватель, вы можете сами делать, и вы можете продать свой продукт. Демократация технологий, она приведет к большему пониманию всех технологий. Другая связанность со стороны это прогресс в науке. Машинное научение в научных исследованиях является огромной поддержкой. Я буду некие примеры в нашей компании Воли. Мы автоматически генерируем вопросы для опроса студентов. Мы можем взять любую предметную область и автоматически оценить ваше знание в этой предметной области. Мы можем, конечно, мы продаем им Джей Пи Морган, Голдман Закс, промышленным компаниям для того, чтобы оценивать работников. Так мы зарабатываем. Но возможность делать это произвольно и на таком масштабе дает не абсолютно бесчисленные возможности педагогические, возможности, которые невозможно заместить, так сказать, даже сотню преподавателей, которые будут. А теперь это возможно. Первые годы нашей работы в Воли невозможно было понять, почему машины делают те прогнозы, которые они делают. Подумайте об этом. Машинное научение может оценивать компетенцию ученищей, но мы инженеры не знали, как это работает в принципе. Сегодня у нас есть научные исследования, это интерпретируемые и объясняемые машинным научением. Мы можем добавлять модели машинного научения, которые могут диагностировать, почему компьютер делает то, что он делает. Представьте, если вы могли бы делать это в отношении к человеческому мозгу. Они понимают это студенты, потому что они вот это знают, или они это понимают, потому что этого не знают, или там, и так далее. Но пока мы этого не можем делать. Но все чаще это можно делать в отношении машинного научения. Это также способствует тому, чтобы делать более прозрачное машинное научение, потому что это важно для тех, кого волнуют результаты обучения и то, что лежит в основе этих результатов. Третий тренд это позитивный тренд. Я бы сказал, машинное научение будет способствовать консолидацию и университетского и неформального обучения. И некоторые из вас занимаются этим постоянным обучением сегодня. Люди идут в начальную школу, в среднюю школу, в университет, потом я прихожу на работу, и я обнаруживаю, что ситуация на работе абсолютно отличается от того, чем я меня учили, и мы продаем эти вещи крупнейшим компаниям. машинное научение может отслеживать всю траекторию учеников в течение всего жизненного пути, но вот это богатство данных в этих следах слишком большое без использования машинного научения этих моделей. когда вы это используете, у нас возможность, мои достижения в биологии помогут через 15 лет подсказать моему работодателю, насколько я могу управлять людьми в его компании. Это сегодня даже еще просто невероятно кажется. Я проиллюстрирую эти ноли, например, интеграция символических и символических нейронных вещей делать это. И миллионы страниц посвящены, например, курсера, гугл библиотека, колледж бот в Америке. Национальные национальные куррикулы это американские учебные программы. Какие-то вещи для вас знакомые. и Викопедия и Common Core больше, более глубинные, что ли, знания дает нам по биологии. Гугл где-то посредине. Технология предсказывает, как эти понятия между собой сопряжены и связаны. И также язык, который это описывает. это касается глубинного понимания естественного языка. Поскольку учебные программы структурны, они, как правило, основаны на символической репрезентации. Технические детали мы еще в вопросах ответах можем описать, но когда машинное обучение моделей, они определяют определяют важнейшие понятия и интерпретируют с точки зрения траектории научения. И это Волли рассматривает из технической и концептуальной ракурса. Сегодня мы можем из этого рисовать карты, векторное пространство. мы-то можем понимать вещи, но некоторые из вас и многие видели коды, они не так выглядят, как вот эти слова. Чтобы это упростить, мы можем теперь сделать возможность, чтобы машины это понимали через интеграцию того, что я сказал. В течение времени это позволяет нам создавать все больше последовательности научения. Вот это карта Гугла, это граф знания. Это вот похожий набор методов. Сегодня машины научения позволяют нам анализировать обучающие и педагогические атрибуты таких данных. Компании Волли мы называем это латентным педагогикой. Вчера мы обсуждали это некие паттерны скоп например вебе, который изучает уровни, на котором это понимание может достигаться. Я могу научить мои модели машинного обучения автоматически это понимать по любой стране для профессиональных целей, для университетских целей, при всех изменениях и раскрывает возможности для миллиардов узлов. И мы это делаем в нашей компании. Если взять обучение в кибербезопасности, мы можем выйти за пределы такого общего обучения, например, безопасность сетей. И вы в вашей роли должны быть заинтересованы вот в такого рода ресурсах. И мы знаем именно мы можем микрокурсы трансформировать. И мы можем делать вопросы, мы можем оценить, насколько хорошо вы работаете или мы. Мы можем информацию дать работодателям, чтобы помочь им ваше научение, так сказать, продвинуть вперед. И это не искусственный интеллект уже, а дополненный интеллект, усиленный интеллект. И это возможно только в связи с прогрессом в обработке естественного языка и некоторых технологий, о которых мы только что говорили. Несколько лет назад это было просто невозможно. И когда я говорю о консолидации университетского профессионального и неформального научения, это все должно находиться вот в одном из квадрантов. Может быть, это не строго пока изображается, как иллюстрация сойдет. треугольники и вот эти треугольники показывают потенциальные возможности большие треугольники, возможности ИИ. А небольшие это вот людские как бы подходы, не машинные. Вопросы если будут, я с удовольствием это позже. И мы в компании Воли для нас это было очень важно. и это на самом деле представляет собой сдвиг того, как мы думаем о машинном научении. Некоторые могут использовать технологию за пределами учебного класса, но на рабочих местах мы все еще полагаемся на экспертов предметной области. противоположные вы сначала используете технологию и человек становится средством поддерживания этого проектории научения, потому что охват в ИИ намного шире. Я считаю, что машинное научение через автоматизацию и масштаб будет способствовать консолидации машинного и научного и простите, людского научения человеческого. И еще один последний тренд, что машинное научение является обязательным необходимым будущим научения по всему миру. Ну, конечно, какие трудности сегодня перед нами стоят в области образования. У нас все больше студентов, которые на самом деле уходят от образования. Мы все видим, что меньше и меньше студентов, которые заинтересованы в дипломах. Все больше идут в профессионально-техническое образование. И мы уже миллиарды потрачены на университетское образование в дипломах. И мы должны сейчас обязаны просто внедрить автоматизацию наше общая популяция, которая занимается обучением, оно слишком быстро растет. И машинное обучение помогает справиться с проблемой. Почему машинное научение важно и необходимо? Потому что быстрее растет и знание, объем знаний. Не знаю, как вы, большинство того, что я выучил в школе, уже нерелевантно. я работаю... У меня нет диплома. Это не значит, что не нужен культурный израильщик. Почему я делаю то, что я делаю? Потому что я все время учусь. И я в школе не могу это все выучить или в университете. Пока я закончу, уже это все устареет. Я не хочу делать вид, что нет ценности в изучении литературы и их историй. Они стационарны во многом и они исторические. Но многие вещи мы не можем даже использовать в обучении. Как достичь уровня персонализации, который необходим, чтобы быть конкурентоспособными экономически, коммерчески, а также обеспечивать активное участие, взаимодействие, когда количество общего обучающего населения растет только с использованием обучающих технологий. Я консультировал компании, которые занимаются LMS Learning Management Systems. И вот эти образовательные технологии, это, мне говорят, это не будущие технологии. Это электронная таблица на самом деле. Это не будущее обучение. Это только начало. Это то, что надо было делать 25 лет назад. Будущее обучение — это все больше автоматизация. А единственное, что это делает, это через машинное научение. То, что делают Google, Coral, Biden, Suboli, такие компании. Итак, четыре эти тенденции. Что машинное обучение исторически потерпело неудачу, но теперь потерпит успех. И машинное обучение — это не магическая коробка. Ее следует понимать. И надо объединить профессиональное институтское и информальное обучение. И машинное обучение является будущим научением. Я могу аргументированно доказать в отношении компаний, которые я обыскал, они представляют собой будущее научения. Да, Google — это институтское обучение и мы можем пообсуждать, является ли Google самым успешным инструментом обучения будущего. И я уверен, что это представляет и будущее компаний, которые занимаются отношениями с клиентами, рекламными, как они повлияют на будущее обучения. Но только вот эти компании здесь они используют технологии, которые мы увидим в учебных классах через течение 50 лет. Если вы сегодня работаете, какой-то стартап, который используется и у которых достаточно реалистическое понимание возможностей, ну, и это там не супер-хайп. Я не могу сказать, что и это некий магический мозг, который нажал на кнопочку, он работает, но он все ближе подходит к такому состоянию в связи с прогрессом, который достигнут в контролируемом обучении, неконтролируемом общении. И вот эти компании, которые были пионерами в использовании подхода. Это первая тема моей теории. Не знаю, сколько осталось еще у нас осталось времени. Я хочу Элизабет, мою помощницу пригласить. она в Энденет работала, 10 лет работала, может быть, Лориет, это крупнейшая компания в Эптехе, и мне очень повезло. Она, так сказать, как бы руководитель аппарата моего, моей компании, воли, и мы работаем, сотрудничаем со всеми компаниями области образовательной технологии, и она согласилась сейчас вместе со мной помочь обсудить и обобщить. Поскольку общество становится все более интеллектуальным и автономным помощи ИИ. Итак, какова роль экспертизы, какая ценность критики? Первый. Элизабет, давайте мы сейчас перейдем ко второй части нашей программы. Вот сколько времени у нас осталось, кто знает? Вы слышите меня? Вы слышите, Елизавета, да? Спасибо, Карсон. Вот некоторые из вещей, которые вы анализируете, я хочу кое-что обсудить тоже. Ну, давайте так, как технолог в области образования, что вы думаете, нужно ли более глубокое понимание машинного научения? Или нужно иметь более широкое понимание применения машинного научения? Очень хороший вопрос. вот технические аспекты машинного научения, они полезны для тех, кто работает в образовании инженерном. И то, что мы во время презентации, я уже говорил, что машинное научение становится столь доступным, что я не знаю, оно полезно ли, но каждый человек в этом зале знает точно, что такое трансфертное обучение и конволюционные нейронные сети, многослойные, они способствуют решению проблем наших пользователей. А как между глубинным пониманием и применением, как это заполнит разрыв? Я думаю, объясняем и интерпретируем и машинное научение может понять. Если мы лучше понимаем, как модели машинного научения работают, мы можем больше делать упор на акцент на количественном пользователе. Например, наборы из Salesforce, это крупнейшая компания в области Customer Relation Measurement в Сан-Франциско, это Transmogryfy, Transmog AI называется. AI – искусственный интеллект, Transmog – искусственный интеллект. Позволяет почти любому инженеру в области ПО эти программы и модели составлять. Через несколько лет я вижу, что работник образования, преподаватель может пользоваться версией более высокого порядка того же инструмента для того, чтобы построить свои учебные программы, планы и обучать своих обучаемых. Вот цикл возбуждения по поводу этих новых интеллектологий, какое воздействие они на эту отрасль оказывают в прошлом и в будущем. В 90-е годы были экспертные системы, бум, и более символичные в основном. Каждые 20 лет мы говорим, что более через 20 лет общество будет полностью автоматизировано, и мы это все уже сто лет к этому говорим. И там много хайпа, и были многие неудачи. Регуляторы, преподаватели, они внутренне скептичные люди, это их задача. иметь дело с фактическими, реальными, а не импровизационными. Но добрая новость, что затраты на использование машинных научинок снижаются каждый год, и доступность их идет вверх. Это значит, все больше людей имеют возможности и итерациями их использовать. Никто не должен какие-то дополнительные выводы делать. для этого вам нужно пару дней еще потратить для того, чтобы верифицировать все, что я сказал. И вы можете это сделать, потому что наука сейчас длилась вперед, информация есть, и приложения широко используются. Как вы думаете, ожидания студентов, как на них повлияли, вот этот цикл повлиял? Было позитивные влияния или наоборот их надежды не оправдались пока со стороны технологии. Мое ожидание такое, что студенты всегда не оправдываются надеждой обучающих, по крайней мере, мои ожидания. Хорошая новость, понимание того, что очень большое, того, что могут сделать машины научение, TED Talk, самая популярная социальная сеть в мире, популярна, потому что видеорекомендации потрясающие, и очень хороший контент и рекомендации потрясающие, и у студента имеют право требовать такого же качества в классной комнате, на учебных занятиях. Я думаю, они правы. И также вы говорили о том, что технология всегда вас как бы подводит с точки зрения ожиданий, так как она традиционно реализовывается. Мы видим этот разрыв между научением школы, научением на работе. Этот разрыв между школой и работой, он все время расширяется. Как вы думаете, машин научения с ИИ повлияет на это? Ну, я буду очень короток. Время идет. 500 технологий компаний по версии Fortune. Например, Salesforce компания, о которой я говорил, или крупнейшая компания по людским ресурсам, которая передел Oracle. Они касаются узлами дейта. То есть, они каждый день смотрят как естественные функции своих предложений, кто делает что где. Через 5-10 лет эти данные позволят им использовать модели машинного научения, чтобы понять университетские студенты, а потом учащиеся в школах, а потом начальные школы могут делать решение технических вопросов и задач. Я не думаю, что будущее научение оно принадлежит Pearson, таким образовательным компаниям и лет тех. Через 10-15 лет, если это будет соответствовать их стратегии компаниям, 500 компаний Fortune технологических, которые помогают людям продавать сегодня вещи, дадут технологии, которые позволят обучать вещам. Итак, что работники образования потребуются делать для того, чтобы начать продвигаться, чтобы включать эти новые технологии, новые стратегии использования данных? Не бойтесь. Если администратор, преподаватель, IT занимается в университете, очень легко сказал, мы всегда так работали, это работает, в Соединенных Штатах мы медленно, постепенно научаемся быть менее традиционными в области образования, это хорошо. Есть другие страны, другие области, нужно им догонять, конечно. Начинается с реальными людьми в отрасли, которые могут сказать, нормально собираются учащимся, на самом деле это ожидается, а потом они скажут, это нормально автоматизировать. Я извиняюсь, если вы преподаватели и профессора, но я надеюсь, что я устарею через 10 лет, и я думаю, что вы тоже устареете через 10 лет. В конечном итоге это сервис, который мы нашим студентам оказываем. Чем больше мы можем автоматизировать, тем меньше мы будем бояться того, что мы устареем, тем легче мы будем переходить на эти методы. Но это дает возможность и обучающимся все время непрерывно обучаться и повышать квалификацию. Это так. Если взглядывать в будущее, образование важно, потому что оно определяет, формирует и удаляет наши предрассудки. Мы что-то научаемся в культуре, какое-то в структурном обучении получаем эти свойства. Как ИИ меняет ситуацию в этой области? Итак, перед тем, вы хотите, сколько осталось минут? Не слышу, но все равно. Многие из нас обеспойны в определенных предрассудках, как бы, в пристрастиях ИИ, смещения. Итак, как ИИ может помочь нам в отношении наших пристрастий, которые мы приобретаем в обучении? Таков вопрос. Это очень хороший вопрос, великолепный. Очень легко сказать, что все пристрастны, а я не пристрастен. Вот вы в зале все пристрастны, а я нет. Машины не будут мириться с этим. если то, чему я научаюсь, противоречит имеющимся данным, и у меня есть в кармане учитель, этот учитель может помочь мои, так сказать, скорректировать мои какие-то предрассудки, предтрастия. В компании воли, вы помните, наверное, было в американской истории, немножко вещь, которая была замалчивалась, и автоматически прочитав в сети материалы по этой теме, мы по этому предмету более глубокий учебный план смогли создать. И это не само пристрастие, а возможность машин найти более фактически обоснованное знание, которые люди, которые, так сказать, внутренне всегда предстрастные, они могли бы и не сделать это. И когда мы эксперты по данным, когда мы инженеры в этом машинном обучении, мы, конечно, тоже должны корректироваться. Как можно бороться с этими предстрастиями, предрассудками, какими-то смещениями, как социологи говорят, чтобы какое-то позитивное влияние, оказывается, чтобы наш взгляд дифферсифицировать или работать с самого рода компаниями или людьми, которые могут быть длинной подход. Но вы очень много затронули вопросов сразу в одном вопросе. Вот что меня увлекает, это компенсация всяких предстрастий, и помимо объясняемых интерпретируемых машинного научения, которое включает в себя спрашивать предыдущую модель, а почему вы делаете это? И мы создаем такой вопрос. Это легко, и на самом деле машины на учение это больше математика, необычное ПО. И реальность намного более сложна, чем я говорю. Математика или столько хорошо, как хороши методы использования ее. И там много тавтологических таких. И вот есть UC Университет Калифорнии Берклифф, Торонто, очень перспективные исследования проводили. И техническом и практическом уровне. я могу сказать, что если есть желание использовать технологию, во-первых, в актерстве образования, один из способов, которым мы можем использовать преимущества или убирать какие-то ограничения. И легко эти … Я не думаю, что это слишком большая по важности проблема, по масштабу. Может быть, есть риск чрезмерной компенсации вот этих личных смещений пристрастий. Есть пример, он не из фореобразования, но, может быть, будет интересен. в моей области обработка естественного языка, Word2Vac это программа научения машин, это даже не глубинное обучение, но их научают брать тексты, используются векторы, используются раньше эти уравнения. если у меня есть понятие короля, я вычту понятие мужчины или человека из этого. Если мужчину уберу и добавлю понятие женщины, я получу королеву. Вот такой механизм. И так машины взаимодействуют с естественным языком. Одна из главных обеспокоенностей, отвечая на ваш вопрос, это ориентация с учетом пристрастия. кто-то мне кто-то хочет сказать. Итак, полчаса, к сожалению, для всех, для вас, еще полчаса осталось. Что касается обеспокоенности в отношении пристрастий, смещений, почему важно? Когда кто-то работает с большой сегментом интернета, практически невозможно слово доктор математически описать без понятия мужеского, мужчины. Это произвольно и смехотворно. Много женщин, докторов. Но если такое пристрастие смещения в машинном обучении и применить к образованию, это некие гиперполитические описания реальности. То есть мы обучаем, что только мужчины могут быть докторами, медицинскими, врачами. и то есть как бы некий регресс в обучении, несмотря на все прогресс технологии. И вот сейчас это исследование было повторено. И к смущению экспертов моей области, вот код этого алгоритма и его реализация наиболее популярна, не так не точно реализовала эту самую статью, которая на самом деле есть прикладная машинном учении и теоретическое машинное научение. И мы можем манипулировать этими вещами с помощью кода. И теоретическое машинное налить, как физика, это фундаментальное. А это вот прикладное было как бы работа и в ней были допущены погрешности. И вот научное обсуждение их теоретическим машинным учениям дает нам возможность реальную, если не избежать, то по крайней мере определить потенциальную проблему со смещением, с пристрастием до того, как это случится. Я надеюсь, что вот этот байас в машинном учении все больше будет результатом не очень качественного технического уровня. И вот на единственную роль человеческой критики проверять, так сказать, пристрастие, я не думаю, что это так, но вы говорили о чем-то о том, что вот этот опыт, который у нас есть, может сыграть существенную роль. на начальных стадиях реализации включения приложений ИИ и машинного научения во всех отраслях. Я согласен с тем, что вы сейчас сказали. Итак, вы говорили раньше о эмоциональном интеллекте. Где вы видите машинное научение, в чем могло бы помочь человечеству? Чтобы человечество работало совместно с машинным научением и чтобы машинное научение помогало людям с эмоциональным интеллектом и наоборот другую сторону? Отличный вопрос. термин машинное научение мы о ней и говорим и делаем это намеренно, потому что интеллект это очень сложный и много там сторон. Машинное научение не столь сложное. Один тип интеллекта, который мы не используем и не надо компьютеризировать, это эмоциональный интеллект. Ну, мы все в общем, кто-то в этом больше преуспел. Нет, нам не нужно машинное научение для того, чтобы повторить возможность человеческой в области эмоционального интеллекта. Это то, что привносят люди в Соединенные Штаты. Одна из главных тенденций трендов, особенно в профессиональном образовании, обучении помогать людям становить более эмоционально интеллектуальными. И одна из возможностей использовать машинный интеллект показать, насколько наделены эмоционально интеллектуальными люди и как помочь им повысить это. Это на самом деле очень глубокая вещь. Технический опыт и знания будут становиться все менее и менее полезным на рабочем месте. На сегодня я могу построить модель машинного учения, которая предсказывает тенденции на биржевом рынке намного лучше, чем могут делать люди. Это уже на самом деле так и есть. Но технические здесь знания. Экспертиза в предметной области не настолько важна. Зачем университет идти, чтобы предсказывать движение рынка, если машинные модели это могут делать? Что люди могут сделать? Они могут привнести творческие возможности, эмоции и людей с творческими возможностями эмоциональными могут многие технические знания делегировать масштабным моделям машинного научения и баз данных в течение времени. Я не хочу слишком философически рассуждать, но я думаю, что эти изменения и ответственность образовательной системы в том, чтобы это пришло. Если менее важно, надо уже математику или фундаментальные науки не надо так много времени тратить на это новом изучении или надо обучать так, чтобы получить трамплин для развития творческих возможностей. Я не квалифицирован для того, чтобы отвечать на такие вопросы. Единственное, что я могу сказать, как свое мнение, я могу повторить то, что я уже говорил. Многое из того, что мы изучаем в школе, это исторические знания, и к тому времени они что-то изучили, это уже случилось, это уже в прошлом. Но в области машинного научения я узнал, что вам нужны данные, вам нужно научать данные, данные для по научению. Может быть, слишком рационалистично это прозвучит, но университетское обучение данных для человека. Во многих случаях. Мы не прекращаем учить и сообщать знания, может быть, это еще более важным станется, чем раньше, но это не значит, тем не менее, что применение этого знания в экономике на рабочем месте, как бы, оно, на самом деле, сдвиг происходит, и сейчас правильнее сказать, что бремя ответственности, оно немножко смещается. Нужно ли нам изменить наши учебные программы с точки зрения того, как мы учим, и надо просить, чтобы студенты нам, так сказать, доставляли неприятные какие-то, так сказать, моменты, трудные вопросы задавали. Но это тема еще для одной конференции. Вопросы, которые алгоритм может ответить, это не те вопросы, которые студенты должны нас задавать, я так думаю. Легко сказать, конечно, ну, посмотрите на этот инженер, он даже не учитель, вы скажете. Опять же, у меня нет на это должной экспертизы, но студентах нужна компетенция, но нужно еще мужество и ответственность. им нужна также творческая возможность и много других вещей, которые мало имеют отношения к их возможности отвечать на вопросы. Это уже, если я могу найти вопрос в Гугле или уже в Кору уже отвечали, либо Кора автоматически мне генерирует и вопрос, и ответ, если Эллифон может делать мое домашнее задание по физике, зачем мне это делать, во-первых. В другой культуре, в разных культурах по-разному относятся к списыванию. В Соединенных Штатах и, наверное, все более в России легче вопрос получить, а потом найти ответ. Зачем время тратить и деньги на том, чтобы вот эту петлю обратной связи, так сказать, все время воспроизведить нам нужна петля обратной связи по генерированию, а не выплевыванию готовых знаний. Я сейчас вхожу в опасную территорию, но вопрос на. Ну, есть вопрос, потому что вы готовы ответить квалифицированно. Вот понятие студента, обучаемого, вернее, не студентов его, а больше рассматриваю как обучающегося, который обучается в течение всей жизни. И есть компании, которые не повышают квалификацию всех работников, когда приходит автоматизация. Автодидактика есть в русском языке слово такое? Автодидакт. это автодидакт, это ученик, который самомотивируемый, да, самоуправляемый ученик. С тем, чтобы инструменты нужны быть дать, чтобы каждый стал автодидактом. я достиг успеха, насколько я достиг, благодаря Гуглу. Я сегодня ничего не достиг, если бы не Гугл, потому что он дает мне на кончике пальцев, так сказать, получать любую информацию. И вот в компании Вулли мы знания и понимания позволяем доставлять вот так на кончиках пальцев. Я надеюсь, что новые способы мышления об научении, которые не связаны с обучением, но связаны с пониманием, станут все более распространенными и будут в моем кармане, как многие другие вещи сегодня находятся в моем кармане. Вот эта трансформация от модели, основанной на учебном классе, не смешанное обучение, не цифровое, нет, не образовательные конференции, мы обсуждали это 20 лет, нет, не эти вещи, но более широкий общественный сдвиг в развитии автодидактизма, самоуправляемого обучения, вот это меня вдохновляет. И я думаю, машины научения и прогресс в этом помогают двигаться в этом направлении. А как мы можем обеспечить то, что эти технологии, которые разрабатываются, не отвлекают нас с этого пути, не являются барьером на этого пути? и чтобы мы продолжали воспитывать таким образом, чтобы они задавали долгие вопросы. Если известная компания Google, и Facebook является наиболее успешной компанией, я не знаю Facebook так хорошо, как Google, но иногда я вхожу, я вижу образовательный какой-то контент, появляется там Facebook, особенно важный для человека, который таким рандомным образом обучается. Это очень на самом пайданс, китайская компания. Я думаю, что если это было десятилетие Facebook, то следующее десятилетие будет байданс их и будущая сейчас вот этой технологии с потребителями. Они обеспечивают взаимодействие. Без взаимодействия, активного участия нет научения. Машинное обучение, которое используется в рекламной технологии, я сегодня и должно занять место в образовательных контекстах. И всегда есть тонкая грань между отвлечением внимания и, так сказать, чрезвычерной увлеченностью. Мы как сообщество мыслителей в этой области подумаем, как эти технологии использовать для блага, а не наоборот. И вот на рабочем месте, в образовательном контексте нам нужно не только компаниями вовлекать просто, а СМИ, с которыми мы, как правило, не привлекаем, их подключать, чтобы они с Ютубом как-то взаимодействовали. Вроде бы, как очевидный вопрос и ответ. На самом деле, это сложный вопрос, там много аспектов. В центре это вопрос, вот какой, интеграция тысяч различных источников данных. это может быть дополненная реальность, это может быть нетрадиционные СМИ, медиа. Ну, большие данные вроде бы как уже в прошлое уходят, и в предприятии, в образовании, но одна вещь, в которой она права, то, что в мире очень много данных, и что меня вдохновляет машинного обучения, особенно переносное обучение, переносное обучение, и некоторые моменты аспекты неконтролируемого глубинного обучения, и возможность обучать машинные модели, которые могут быть полезны в образовательном контексте, и типы данных, и проблем, которые мы обычно, традиционно вообще бы не представляли. Вот этот сдвиг в различные типы СМИ, он неизбежен, и мы не знаем, каковы они, может быть, еще. Я думаю, что машинное обучение сыграет свою реальную роль в том, чтобы это сделало реальным и ценным, а не просто какие-то, знаете, гламурно сияющие новизной вещички. неизбежен. Если необходимо для каждого ученика дифферсировать взгляд на мир, задавать глубокие вопросы, что с вашей точки зрения самый большой риск или блокирующий элемент для реализации такой перспективы? благодушие. это большая проблема. Я работал недолго в университете. Я уважаю очень, насколько трудно координировать эту сложную систему, которая должна вроде бы обучать вещей, но требует много элементов механизмов. я работал в университете. Столько, сколько мог вытерпеть. И я заметил, что университеты стали благодушными в точке зрения функционирования. Это в лучшем случае эгоистично, наивно, в худшем случае считать, что студенты отвечают за обучение. В Соединенных Штатах мы столько третим на университеты без улучшения результатов, но деньги тратятся. И наша функция дать им продукты, которые они заплатили. Я запускал стартапы, инвестировал в компании. Если кто-то какие-то деньги куда-нибудь, так сказать, налево-направо раздавал, я был бы в гневе. Но сейчас это происходит в университетах. Они дают нам деньги, и мы говорим, это ты отвечаешь. Поэтому с удовольствием, с удовольствием, благодушием является врагом прогресса. И для меня не ясно, насколько эти университеты, как словные системы, имеют понимают или проявили понимание за последние сто лет. с удовольствием, что я поняла из этой конференции, что это очень непростой путь, и нам необходимо делать много работы в образовательной среде, вне нашей структуры, вне нашей среды образовательной, в том числе, не забывая про наши учебные планы, но смотреть как вглубь, так и шире намного. Да, спасибо большое. Я вообще очень впечатлен в вашей конференции. Сегодня, как вчера я говорил, эта конференция никогда бы не произошла бы, не случилась бы в Соединенных Штатах. У нас высокое образование, высшее образование, лучшее образование, наверное, в мире, но тем не менее, я видел здесь также комнаты, аудитории, в которых проходят эти сессии, и я был в самом низу списка. То есть, такое большое количество людей здесь участвует, большое количество инсайтов здесь. Я думаю, что многие здесь у вас присутствуют для того, чтобы себя продвигать вперед, развиваться, развивать ваши институты, образовательные учреждения. И чем больше мы будем использовать технологии, как аналитика, которая является как бы подпиткой этой конференции в наших классах, тем лучше мы будем служить миру образования. И такие места, как Сколтех и подобные конференции, которые происходят, позволяют нам достигать этого. Мы не создаем какой-то продукт, мы создаем ценность. Мы не занимаемся продажей. Мы говорим о том, что технологии создают какие-то преференции и мы сталкиваемся с различными трудностями, с бюрократией и так далее. Но, тем не менее, чем больше мы будем фокусироваться на том, что мы обсуждали сегодня, то, что мы будем применять в наших классах, тем больше шансов у нас будет, чтобы создать будущее, в котором мы хотим жить. Один последний вопрос перед тем, как мы перейдем к нашей аудитории. Мой вопрос заключается в том, что то, что вы рассказали нам сегодня, то, что мы обсудили, то, что мы выучили с этой конференции, что вы посоветуете в качестве следующего шага для этих людей создать стартап, создать какую-то компанию, развить новое направление и так далее. Мы говорили о машинном обучении, и это будущее человечества, как вы понимаете. И то, что вы пришли на эту конференцию, посвященную машинному обучению, в том числе, это уже хороший старт. Я думаю, что многие из вас уже знают что-то об этом. Вы пришли все равно научиться чему-то новому, послушать нас. И вы можете передать эти знания другим людям, которые не знают что-то о машинном обучении. дело не в хайпе, а в использовании машинного обучения во всех возможных аспектах для того, чтобы лучше понять наши какие-то сильные и слабые стороны, наши лимиты и наши возможности. То есть не останавливайтесь. Вот здесь моя контактная информация, вы можете мне написать. Я могу быть вам полезен. Пожалуйста, пишите мне электронные письма, пишите мне твиты, что-либо делайте. Я также могу предоставить ваши контакты, если вы дадите согласие. Пожалуйста, не останавливайтесь. Это тоже хороший старт. Мой совет не останавливаться. и учиться, учиться и учиться. Хорошо, спасибо. Мы переходим к нашим участникам в дискуссии. Может быть, у вас какие-то вопросы есть у аудитории нашей? Большое спасибо за содержательную лекцию. Очень понравился подход в подаче. Вопрос такой. Мы часто сталкиваемся как интегратор дистанционного обучения, образования, как стартап в EdTech с проблемой преподавателей, которые не хотят или беспокоятся о том, что их заменят машинное обучение, что их заменят искусственный интеллект. Что вы можете сказать по этому поводу? Ваше мнение, какое будущее преподавателей и вообще преподавателей в процессе интеграции искусственного интеллекта в образование? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Я не могу сказать... Не имею права. Это самоустаревание в оказании услуг и служения учения. Это не связано с ИИ или с машинным обучением. Люди не задают себе вопрос, а я... Зачем мы в этом образовании, если не для наших студентов? Что касается замены... Но это не должно касаться только индивидуальной озабоченности. У нас есть некая ответственность. Я не думаю, что это быстро заменит. И это часть хайп-цикла. Да, автоматизированное будущее, автономные водители, без водителей автомашин. Есть негативная часть этого хайп-цикла, так сказать, что учителей заменят и так далее. У меня есть компания. Воли мы продаем нашу продукцию 500 компаний, и они не тратят... Ничего плохого уже не произошло с профессорами и студентами, профессорами и учителями, когда появился Google. И, конечно, вы можете ни со мной не согласиться в теории того, что профессия может устареть, но я не думаю, что это произойдет слишком быстро. Если мы посмотрим на долгосрочную перспективу, я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что это реально в ближайшем будущем произойдет. И я не думаю, что машина обучения будет здесь влиять какую-то роль. Может быть... Я думаю, что не произойдет в ближайшей перспективе этого. У нас еще, наверное, есть вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Я хочу спросить вас об успехе. Вы говорили, что вы были успешны и вы есть успешны, потому что вы пользуетесь Google. Правильно? Вы можете немного расширить эту тему? Что вы имеете в виду? Это потому, что Google замотивировал вас или помог вам или научил вас чему-то? Подробнее, пожалуйста, про эту тему. Спасибо за этот вопрос. Google не научил меня чему-то, точно. Не научил. Хотя с моей презентацией я как оптимист выступаю. Я говорю, что он сделает это в будущем. Google дал мне доступ. Он дал мне скорость, что мы недооцениваем порой в процессе, недооцениваем в процессе обучения. А скорость важна. Скорость приобретаемых знаний, например. Скорость приобретения информации. И он дал мне мотивацию во многих аспектах. Я думаю, что мотивация это личная вещь. Но, тем не менее, у вас есть доступ, у вас есть результаты, а все это завязано мотивации. Если у вас есть мотивация, если что-то работает для вас, делайте это, продолжайте. Если что-то не получается, вы останавливаетесь. Но мысль такова, что я упоминал ранее, что искусственный интеллект проваливался порой несколько раз в процессе развития образовательной среды. Но что я могу сказать, ну, что это разный. Это очень сложный вопрос. Каждый отличается, но, тем не менее, то, что персонально для меня важно, что я надеюсь, что не только для всех вас, которые здесь присутствуют и заинтересованы в институтальном развитии людей вовлечении в образовательном процессе, я думаю, что все люди могут иметь инструменты и они могут быть разными. Не обязательно это может быть Google. Не обязательно, что он для меня сработал, он сработал для кого-то еще. Должны быть разные инструменты, которые будут на кончиках пальцев предоставлять то, что необходимо людям. Я думаю, что это провокативно вопрос, то, что людям необходимо подумать. Моя основная цель это технологическая грамотность. Я софт-инженер и я математик. Я очень технологически продвинутый человек, если можно так сказать. Но, если говорить о ресурсах, которыми я пользуюсь, о юзер-френдлих интерфейсах, таких как Google, то нужно их использовать в качестве обучения. но здесь не машина обучения, которая будет решать что-то за нас. Это именно уже продукт, сам продукт, который позволит процесс обучения сделать доступным для разных исследователей. если вы ничего не выучили из этой презентации о машинном учении, просто запомните, что важность компьютерной и технологичной грамотности имеет вес. То, что вы спросили меня, как Бог помогает мне. Он помог мне, потому что я имел технологическую грамотность. Вот поэтому он помог мне. Я вот так отвечу на ваш вопрос. В этом плане он помог мне. Вам спасибо большое за то, что пришли сегодня на эту презентацию. Пришлите мне, пожалуйста, оповышите ваши вопросы, если они будут.